Итак, в эфире 37 выпуск Best Replays. Я приветствую всех, кто прильнут своим монитором в ожидании смачного реплея. С вами Ваннивур, сайт goodgame.ru. Ну и по традиции благодарим всех, кто поддержал нашу рубрику и выход этой серии в частности. А именно, отморозок. Отморозок 15, видимо, на отжимал 200 рублей где-то в подворотне и закинул их нам. За что мы его благодарим. Спасибо, ням-ням. Евгений Александрович 100 рублей привел и сообщает, что за пророга АПМ считает. Ну и такие, да, ответ реплеймастер. В общем, сам у себя спросил, сам себе ответил. Вот так развлекается Евгений Александрович. Адольф 88 рублей традиционно. Это наш постоянный зритель. Очень рад, что Руслан перешел на сторону света. Опус Кастер 30-ку перевел в ЭК3 живи. На 30-ку особо не разживешься, но спасибо тебе большое все равно. По крайней мере, спичек купим. Димыч 37 рублей Андрею на ССД. Я думаю, что Димыч внес довольно значительную лепту в модернизацию технических возможностей Аспиранта. Ну и Михныч 25 рублей закинул. Все, друзья, всем товарищам огромное спасибо. Благодаря вашим донатам выпуски выходят в два раза чаще. Ну а мы приступаем к трапезе. Вот смотрю я на продолжительность демки и мне дурнеет на глазах. 52 минуты игра. Как вам, а? Совсем меня не жалеет Аспирант старого человека. Как можно 52 минуты подряд произносить связанный текст? Спасибо, Андрюша. Настраиваемся на марафонскую дистанцию. НЦЕ. Очень знакомый дикнейм. Это эльф. Да, это русский. Ну, может быть, и не русский. Может, он туркмен. Но в любом случае это российский эльф. Когда-то неплохо игравший. Я такие имена вспомнил недавно. Перечитывал интервью Хавка. И он рассказывал про годы его молодости на просцене. Вспомнил такие имена, как Свифт, Ролл, НЦЕ. А еще, я помню, был величайший эльф всех времен и народов, который вводы писал. Ох, вылетело его имя из головы. Но он думал, что он очень сильно играет. Но, в принципе, он был довольно плотным игроком. Но, естественно, допрос цели. Как же его талон? То ли... По-моему, талон. А может, и не талон. Ну, что-то какой-то эльфийский юнит, по-моему. Ладно, давайте по игре. А что у нас тут? Демон Хантер в алтаре. Барак на крипах. Все. Как завещал нам Владимир Ильич. Владимир Ильич. Хотел выпендриться, вспомнить какой-нибудь эльфийский юнит. Или какого-нибудь игрока за эльфов древнего. И ничего не вспомнил. Вот такой вот я слабак. Готово. Владимир Ильич Хантрескин. А что у нас там? Второй тоже эльф, да, по-моему? Нет, нет. Да, это второй орк. Второй орк. Ну, это вообще, знаете, Twisted Medal. С эльф против орка. Я... Столько на эту тему вообще копий сломано. Игр посмотрено. Стратегии продемонстрировано. Поэтому... Наши воины вступили в бой. Все по классике. Демон Хантр. Блэйд Мастер. Вообще, пока даже близко не пахнет каким-то нестандартным развитием. Да, здесь Криппинг идет. Блэйд Мастер должен бежать через магазин, продавать ТП, покупать... Цирклетку и лететь на Криппинг эльфа. Тем более, что он должен был рабочим увидеть, что тут Демон Хантр безобразничает. НЦ решил сэкономить время без всяких забегов в лавку. И на Винд Волке летит на главного Крипа. Должен успеть. Оп! Нет, не успел на главного Крипа, но добил одного. Добьет сейчас... Нет, второго не добил. Второго добил Демон Хантр. И забрал Экспириенс. Подождите. Ну, потерял эльф-барак на этом деле. Кольцо защиты. Ну, кстати, в разминок с Блэйдом отлично зайдет. Потому что как раз оно компенсирует Гранта, который лупит по Демон Хантеру. Ой! Ой, 5 хп! Ой, Моноберн! Ох! Что ж такое-то? Да... Ну, как-то... И причем был телепорт. Ну, понятно, что нажимать телепорт на героя первого левела... Кошка, отцепись! На героя первого левела вообще не профитно. Ни разу. Ни в коей мере. Готово. Тир-2 запустил Орг. Тир-2 у эльфа. Ну, в общем, Демон Хантер сейчас довольно заметно вылез вперед. И мне кажется, что... Ну, опять же, Крипится. Единственное, что не с чем. Так бы можно перекопать было барак. А там, кстати, вот у лагеря наемников не баракли. Да, строит эльф барак. И пока он строится, решил не терять времени даром. Пойти еще подразменять немножечко хп на колодцах. И отменить, например, Бору. Вот, грамотно. Можно Гранта застрелить еще. Но Блэйд вышел. Кстати, а добежишь ли ты, мой друг? У Блэйда-то есть винт в волке. Ну, наверное, должен добежать. Священная роща осквернена. В магаз. Арча отвлекающий маневр. Но нет, Блэйдмастер никак не отцепляется от дыха. Сапожки купили. И да, ну, здесь МЦЕ очень четко сыграл. Вообще, рискованно был мув, потому что магазин должен был примерно одинаково у обоих игроков появиться в инвентаре. Вы же помните, что он спустя, ну, с небольшой задержкой появляются товары в наличии. Короче говоря, орк запросто мог перекупить сапоги. Но кто не рискует, тот не пьет из колодцев. Не хлебает чачу в обе щеки. Готово. Демонхантер все красив, хорош с собой. Ну, и планирует он покрепиться на лагере. Единственное, для начала нужно отогнать Блэйдмастера. Блэйдмастер молодой, неопытный, тугой вообще. Пытается размениваться еще с Демонхантером. Развернулся, отвесил ему по щам разочек. А у тебя замазки есть? Почему без Моноберна? Почему Моноберна нет? В общем, тут битва года, друзья. Дуэль, настоящая дуэль. Они вышли за угол, вышли из ресторана к роще. И давай друг другу по харе молотить. Победил Блэйдмастер. Но Демонхантеру принесли заточку. И Блэйдмастер поспешил ретироваться во своясь. Кстати, Арчи, а здесь Нага может быть взята? Ой, ой, а есть ли маны на Виндволк? Нет маны. Но, видимо, тайминг на Нагу еще не подошел. Тем более и Нагу не стал брать. Хотя, взял Повелителя Зверей. Будет играть эльф в классическую стратегию с талонцами. Хотя, вот на Твистед Медалз талоны не очень хорошо заходят. Ввиду, ну, это детерминировано размером карты. Карта очень широкая. Талоны, как известно, спринтеры те еще. Бегут примерно так же, как бабушка на распродаже. С желанием, но не быстро. А маршруток еще пока в Варкрафте для талонов на этой карте не разработано. Впрочем, как и на любых других картах. Так, приходит орк на самое вкусное. Получил просветку, отошел. Ну, я думаю, ой, книга опыта. И читает ее Блэйдмастер. НЦЕ не разобрался. Я сейчас еще из Виндволка должен забирать Большого Тролля. Нужна просветка. Еще одна. Как угодно. Чем угодно. Виндволк. Побили немножечко Блэйдмастера. Зря он раньше времени, видимо, вылез из Виндволка. Нахватал. И добивает. Добивает Демон Хантер. А Девайс затырил. Тиснул Блэйдмастер. Блэйдмастер молодец. Выполнил свой святой долг. Натырил Экспириенс. Астырил Девайс. Кстати, очень хороший Девайс для Орка. Который распределяет. Поскольку в Орочей Армии дэмэдж из-за Спирит Линка распределяется по всем. То дополнительная аура защиты, которая тут же продана. В общем, тут же опроверг мои слова Орк. Хотя я бы на его месте не продавал. Все-таки Спирит Линк. Гранты будут более живучи. У каждого проявляется по одному защита. Да, фокусит эльф. Но, тем не менее. Сколько грантов? Ё-моё! Пять! А там еще двое вышли. А вот тут мы уже видим какую-то новую стратегию от Орка. Гранты и катапульты против талонов. Эк ты, батенька, расфантазировался-то. Очень странно. Эльф не видит Орка. Тут берется Нага. И Орк планирует просто запушить талонцев до Циклона. Судя по всему. Стратежное дерево на разведке. Эльф продолжает криппинг. Ему нужен точно Демон Хантер третьего левела. НЦЕ не видит Орка. Да, не видит. Не видит, не видит. Вот показывает Аспирант, что весь этот маневр Орка... Он будет его застраивать, кстати. Но теперь понятно, от чего будет длиться демка 53 минуты. Сейчас застройка прокатит, естественно. Эльф спокойно крепится. Не помышляет вообще о плохом. Чувствует себя прекрасно. И тут внезапно обнаруживает, как возле его базы вырастают расписные стенки Разина башни. С красивым орнаментом. С хохломой. Ой, 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 минус 1. Талоны без Циклона. Судя по всему, еще тайминг на Циклон не прошел. Орк просто вгрызается в Демон Хантера, пользуясь тем, что очень тесно у эльфа на базе. В отличие от заднего прохода Абистмастера, где уже попросторнее стало после того, как он отправился в алтарь. Вот на базе у эльфа тесновато. Эльф понимает, что его бесцеремонно совершенно дерзко застраивают и пытается что-то сделать. Нага прекрасно контрит Демон Хантера, великолепно работает. За Демон Хантером отправляется Погоня. Все под фэрифайр Гранты, но... Вот не должно это по-хорошему проходить, конечно. На ЦЕ еще грамотно забирает Нагу на сдачу. Пытается отфокусить Грантов, но Арчи вылезли вперед. Как-то они взорвались немножко. Тем временем лавка уже урка построилась. Ничего себе. Ничего себе. Вышки там отменили, видимо, под шумом. Все, у Талонов появился Ациклон. Но проблема в том, что нет маны. Нет в колодцах водички целебной. И Демон Хантеру негде подлечиться. Он даже Арбу купил. У него пояс силы. У него 900 хп, но этого мало. Помните, как София Ротару пела? Так вот... О, Тинкер. И Тинкер, возможно, будет неплохим вариантом подбиваться. Против вышек. София Ротару пела только-только-только. Этого мало. Она пела, конечно, эту песню Анатолию какому-то. Но... Но... И для... Мне кажется, и для... Орка это подойдет. Так. Так. Демон Хантер как может там пытается отковыриваться. Отличный завод. В скобочках нет. Поскольку он... Ну просто фокуси не хочу. Но орк его не фокусит. Он хочет гоняться за Тинкером, вместо того, чтобы убить статичный завод. И сейчас вот Робо Гоблину уже одного гаранта. Ну все, уже окупился. Демон Хантер! Великолепный циклон от демону. Просто, понимаете, он вам магазин отстраивает. Отстроил. Купить поушен. И бежать. Бежать во своя. Если Тинкеру там тоже вломили. Нага вышла. Вылупилась свеженькая. Ой, куда ж ты возвращаешься? Она может застрелить Тинкера. Стреляй! Ааа, ушел! А чем диспейлить циклон, непонятно. Но Тинкер потерялся в этом мире. Так, возвращаемся. И продолжаем фокусить Демон Хантера. Он прорывается к Наге. Но вышка уже стреляет. Блэйдмастер где-то летает. Я думаю, застройка прокатит. Катапульта подъехала. Великолепно. Рубасит там талонов. Ну и сама быстро отваливается. Не знаю. По-хорошему это не должно проходить. Потому что циклон должен все законтрить. Все абсолютно. Ну все, Демон Хантер поушен выпил. Ночь. Сейчас колодцы будут заполняться. Вышки, безусловно, нервируют. Потому что талоны против вышек наносят бонусный дэмэдж. Но и вышки против талонов не менее бонусный дэмэдж оказывают. Обстрел и кажется все-таки да. Вот все бы это не прокатило. Не прокатило орка. Если бы он под шумок не влепил и не достроил три вышки. И перед эльфом встает вопрос. Во весь рост в полноту и вширь встает вопрос. Как мы будем дальше жить? Поскольку жизни на мэне у эльфа больше нет. Ему надо где-то ставить быстро. Сейчас лететь. В НСЕ есть деньги на экспант. Вот пока... Ой, ой, не вышел. Ну хоть без мастера отменил. По-моему нет. Что-то подрастерялся НСЕ. Смотрите, точка сбора кривая у талонов. Они просто на муве отдаются на башнях. Ом решает в контратаку отправиться. Но там же логово, вы понимаете. И вышки-то уже стреляют. Никаких проблем. Блэйдмастер может, не знаю, сам тэпнуться, если у него ТП есть вообще. Не-не, ну это не должно прокатить. Друг мой. Четыре Борова. Ну, Блэйд должен только тэпнуться сейчас. И понимаю, на что рассчитывает эльф. Типа, я приду, орк тэпнется, я тэпнусь. Мы не знаем, сколько денег у орка. Он пешком пошел. Походу, ТП нету, да? Да, телепорта нет. Идет пешком. Убит Мэйн. Соответственно, ну и все, надо только отбиться. Сейчас можно было бы, конечно, как-то тэпаться. Но все правильно делал. Делай только, что заранее выехал на этот вызов. Оперативная бригада в составе оперуполномоченного Блэйдмастера и дружиницы Наги. Дружиницы Наги, чешуевные, бесхвастаткиной, выехали на оперативный звонок. И вот дети с ними, смотрите, тут просто неблагополучные дети на районе у орка. Они пошли сразу бить Блэйдмастера, Талонов. Беспризорники, понимаете, озаруют. Нага очень четко контролится, очень четко контролится. И сейчас... Стреляй! Мана! Что? Я сказал, что Нага очень четко контролится, но... Священная роща осквернена. Орк меня не послушал. А надо было ее четко контролить, держать дистанцию, стрелять по демон-хантеру. Да, но тем временем у эльфа уже не осталось мэйна. Что логично. Да, через минуту эльф откроется, соответственно, орку. Не могу открыться, слов я не найду. А что с Блэйдом-то, е-мое? Что не так? Минус Талон, раз. Блэйд-то там тоже под пятый уже, да, стремится. Единственная надежда демон-хантера получить шестой левел. Рабов-то он убивал. О! Катапульты, прекрасное решение. Прекрасное решение. У эльфа сапплай-блок. Остались ли у него виспы? Это большой вопрос. Если виспов не осталось, то можно удалять. Катапульты по виспам. Нужно просто аннигилировать футбольные мячи эльфу. Проколоть ему шары. Отгрызть их. Куда? Зачем ты сражаешься с Бараком? Что он тебе сделал плохого? Давай, погоня за шарами, орк. Вот этот шар не должен уйти. Да стрельнешь ты. Тудыть, трастудыть твою. Рабочих не осталось. У орка, кстати, всех перебили. У него поэтому... Опа! А, у него еще и тоже соплай. О! У него соплай-блок. Ядрить твою. Вот это да. Напрасно, напрасно сущий макроорк вызвался за ничью. Ведь он мог построить экстра пиона и свалить им куда-нибудь. У него есть, кстати, два пиона. Я вижу, 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 вижу. Вижу пионов. Но эти пионы на вес золота. Им надо где-то отстроить бурова. Ёлы-палы. Какая... Какая неортодоксальная ситуация наметилась на этой карте. Орку нужно, во-первых, беречь пионов. Во-вторых, отстроивать бурова возле вышек. И все. И отбивать мейн блэйдом. Изи. А орк вместо этого строит что? Строит хрень какую-то. Он строит себе, судя по всему, склеп. Для того, чтобы там благополучно протянуть ноги. Блэйдмастер пришел защищать рабов, которых нет. Получает монобион. Остается без маны. Но... Талон улетает. Ёлки-палки. Фарифайр-то висит. Кажется, на Блэйде. Нет? Или что у него за... Что за снежинки у него из задницы вылетают? Непонятно. Может быть, он пиротехническую какую-нибудь хлопушку проглотил. Но выглядит он очень по-новогоднему. В таком виде. Священную рощу оскверняют. Тут, понимаете, остался у демон-хантера один друг-петух. Один друг-петух. И все. И больше никого. Тяжело. Тяжело жить в таких условиях. И то, видите, за петухом постоянно гоняются. Фарифайр. Да что ж ты делаешь-то? Не сражайся с демон-хантером под фарифайром. Что ж ты? Как же... Почему же? Все, вот орку. Вместо того, чтобы бегать как идиоту за эльфом, нужно сейчас сделать ровно две вещи. Закрепить кучу мелких зеленых точек. Получить денег и построить борову. Борову. Я верю в тебя. Да, здесь орочи теперь земля. Лесопилка. Рили. А, он отстроился как-то. Стоп. Он там где-то борову построил. Почему у него раб появился, да? Ну, вот на орка бы нам сейчас посмотреть. О, спасибо, аспирант. Красава. Саплай блок. Ну, каким-то макаром чудесным. Еще один раб выжил. И он таскает золото. Это он молодец, кстати. Но Блэду нужно помочь тоже, натаскать золото. И боролу нужно построить вот здесь, да, под вышками, чтобы они жили. Что-то там, ну, какая-то идет живая полемика между игроками. Соперники обмениваются впечатлениями. Какими-то дефинициями. Постулируют свою идеологию. Дерево уходит. Талон висит. Висп сдох. Арбубы, конечно, Блэйду. Против такого талона. Уходим в Виндволк. Фарит фаря. Фаря. Фаря нет. Ну, вот я не понимаю, зачем морг теряет время. Ну, зачем ты бегаешь за Димон Хантером? Вот он тебе сдался, ты его в жизни не убьешь никогда. Закрип. Закрип точку. Заработай денег. Деньжата чек. Сделай борол. Вот у эльфа ситуация-то вообще куда более трагичная. Поскольку у него изданий-то не осталось. Смотрите, у него там два виспа. Есть немножко денег. Но эльфу тоже я советую покрепануться и попробовать нычку где-то заложить. Ну, где крипанешься ты с битым демоном и талоном? На зеленых точках нычки не растут. Только не на этой карте. Но, крипиться надо. Пытаться. Как-то барак, может быть, перевести на экспант. Ну, конечно, тяжело. За тобой постоянно следят. И если на этом крипинге поймают, то это ГГВП. У Блэйда-то руки развязаны куда шире. У него возможностей больше. А он предпочитает... Вот не знаю, что ему сделал Демон Хантер. Я не знаю. Может быть, он его сестру обидел. Или, может быть, в чатике его мамку назвал проституткой. Но не отцепляется Блэйдмастер. Бегает и лупит Демон Хантера по роже. Демон Хантер уже стал оном. Ну, кстати, так рано или поздно-то и зал... Да-да-да, залупит, я хотел сказать. Понял, что фонетика как-то не очень прилично звучит. А у Демона вообще не осталось. Понимаете, ресурсов? Вот только дуб, колдун, буратино и петух. Два его друга. Они должны держаться вместе. Как в фильмах ужасов. Ни в коем случае не разделяться. Потому что где-то там в режиме стелс бегает чудовище. Боже, 75 маны. Пожалел Блэйдмастер, что не успел Вин Волг влупить. Ну, не знаю, он с Вин Волга хотел Демона. Но попытка снова подраться. Демон пускается на отек. О, смотрите, два дуба. Они как-то вегетативным образом размножаются. Странно. Так. О, вот это да. А сколько денег в руднике? Вот непонятно. Ну, короче, вы понимаете, вот кажется, что эльфа ждет скорейшая гибель. Буквально в ближайшее время. Но эта чертова Демка будет длиться еще хренову тучу времени. Вы это прекрасно понимаете и сами. Хренову тучу времени. Ой, Блэйдмастер, Блэйдмастер. Ой. Ой, а как ты так отгреб? Зачем ты туда полез? Вот не жилось спокойно человеку, да? Вот вроде нормально. Заложили экспеншн. Все хорошо. Нет, я пойду подерусь. Пойду подерусь с эльфом. Прохвачу по полной программе. Вдруг погибну. Дам ему шанс какой-нибудь. Ой-ой. На перехват. Выбегает. Демон. Закончилась минута молчания по тупому Блэйдмастеру. Реально тупенький. Тупенький попался. Панихидка состоится в ближайшее время. Ну, а главное, орк все равно таскает золото. По капельке, по капельке. А эльф, кажется, это понял. Time to creep, пишет НЦЕ. Наши воины вступят. НЦЕ реально вот сейчас с двумя буратинами срочно нужно бежать нычку. Чистить. Чтобы построить экспанд. Потому что вот эти все убийства бараков ничего не дадут. Ну да, убил. Убил рабочего ему. Это все, конечно, прекрасно. Но он же спокойно начнет таскать совсем скоро уже на мэйне. Единственное, что демон туда может забежать. И вышки, по-моему, достреливать до рабочих не будут на бывшем эльфийском мэйне. Мэйн, можешь кота убрать? Кот просто вот этот вот код. Вот этот конкретно. Он достал. Отправь ее куда-нибудь в ссылку, пожалуйста. Висп пытается подобывать орочи золота. Ребята, в ратушу построили. Ой, 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 бежать, бежать. Раб, раб, давай. Ты сможешь. Руби елку. Катапульты в атаку. Катапульты подвышки. Молодец, молодец. Рабочий умирает. Бежать, эвакуировать. Что ж ты не видел? Не видел, что к тебе большой дядя пришел разбираться? Ну, очень, очень самоуверенный рабочий. Потому что без инстинкта самосохранения абсолютно. Так. Так, подвышечку. Так что ж ты катапультой блочишь-то рабочего? Вася, ты мог бы сейчас двумя катапультами заж... Мог бы сейчас двумя катапультами, поняли, да? Зажать демон хантера. Ну, орк четко его. Он, видимо, сестренку посадил играть. Младшую. Ну, или старшую. От этого ничего не изменится. Был прекрасный момент для того, чтобы зажать демон хантера и убить его вышками. У него, правда, инвул был. Ну, хотя бы инвул выбил, да? А там уже... У эльфа-то денег все равно нет. О! А эльф что-то понимает в этой жизни. Он двумя буратинами крепится. Летит демон хантер на перерез. Он, правда, битый в хлам, но... Будет как-то помогать. Может. А что там по блейду вообще? Есть какие-то сподвижки? Талисман здоровья, кстати, отличный девайс. Даст пожить. Димке. Он, кстати, шестого левела будет скоро. Ну, на клипинге, конечно. Ну, вот еще чуть-чуть. Вот еще какой-нибудь рабочий, он поэтому за ним так гонялся. Вот катапульты убить. Что-нибудь убить, и будет что Дима. И ГГВП будет Орку. Я вам прогнозирую. Вот я предчувствую, что этим и закончится. Орк доиграл. Доиграется. У него было полнейшее преимущество. Он мог делать все, что угодно. Но он предпочел пойти сломать челюсть Блэйдмастера о кулак Демон Хантера. Зачем? I don't know. Спрашивают Орки, где же твой новый экспэншн? Экспэншн. НЦЕ, конечно, Демону плохо. Честно. Ему плохо, его тошнит. У него 124 рубля в кармане осталось. Нет, не рубля. Это 124. Все продал. Что купит? Ничего не купит. Все продал. Может быть, инвул? А, все-таки закладываем. Опа! Древо не может расти здесь. И тут внезапно Орк понимает. Эльф где-то влупил экспанд. А где? Ну, очевидно. Блэйдмастер скоро выйдет. А может, и не выйдет. Кстати. Кстати. О птичках. Он же будет полтора года воскрешаться. Алтарь. Говорит эльф. Ну, эльф, конечно, проявляет чудеса витальности. Я не верю своим глазам. Я совершенно обескуражен тем, как эльф живет без денег. Вот уже столько времени эльф умудряется без мейна. Вообще без ничего как-то выживать. При том, что Орка уже работает экспанд и пошел инкам. Да-да-да, я предполагал, что Димка-то алтарь быстро развалит. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Что делать? Ну, можно в таверне, наверное, попробовать заказать блэйда. Не знаю. Или алтарь под вышками делать. Только отмени, пожалуйста, хотя бы. Не, по динамике понятно, что уже не выйдет. Да покажи, покажи, покажи. А, отменил, да? Он отменил. Он отменил. Окей, пиш торг. Ничего. Правда, у эльфа-то надежда появилась. У него заработал тоже. Вот совсем скоро начнет оплетаться рудник. Фанни Геймпиш на НСЕ ему очень весело. Может быть, из таверны как-то. Ну, фишка в том, что сейчас эльфу нужно вообще будет все заново начинать. На одном герое держаться. Но этот герой может стать шестого левела и все перевернуть. Гидми Фривин. А у орка больше шансов выиграть. Вот, конечно, если бы Блэйдмастера он пошвытьче заказал, или алтарь построил пораньше у себя под вышками, то все было бы здорово. А так, слушайте, и что? Шестой левел. Вот это, конечно... О-майн-год. О, добрый вечер. А ты тут... Ладно. Хорошо, он выкупил все-таки. Слушайте, он тогда орк... Орк просто, но невероятный кран. Он выкупил уже Блэйдмастера и там остался рабочим, чтобы что-то... Не знаю, чтобы что-то. Демон Хантер шестой. Это то, что я и экстраполировал. Сейчас... У эльфа действительно появились шансы на победу. И причем шансы очень большие. Потому что с шестым Димкой говорить уже бесполезно. Четвертому Блэйду. Это до свидания. Так, давайте подумаем, что может сделать орк. Вот сейчас эльф будет развивать свою экономику. Орк пытается харасить рудник. Все дела. Здесь вообще рабочих лучше не заказывать. Ты просто будешь качать дыха. Слушайте, может быть взорвать. Орку взорвать. Эльфийское здание. Может быть как-то так. Эльфийский мейн подорвать. Деньги-то есть у него. И там закреплена обсерватория. Но он не догоняет, конечно. Игровое мышление у орка, как у топора. То есть что-то чугунное наверху есть. Но оно вообще без извилина. Поздно. Конечно, он уже спалился. Начал бить его. Вот пока... Ну есть же деньги. Ты наверняка можешь нанять подрывников. Взорви ему мейн и ГГВП. Все, дальше эльф уже проиграл. Автоматически. Талон одного... Я не знаю, поднимает ли талон вообще подрывников. Оп, промах. А, нет, он просто взлетел. Красиво. Анимация удара прошла по взлету талона. Так, как будто блэдмастер промахнулся. И своим мечом рассек в пустое место. Ну фиг знает. А ты же отсюда можешь и не уйти. Тут мейн убивает. Уже бесполезный. Там не нужно было заказывать рабочих. Кажется, НЦЕ понял, что блэдмастер-то без маны. Он может не уйти. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ага. А тут заказываются райдеры уже. Ой, тут уже все отстроено. Прекрасно. Ну, да. Действительно, орг все-таки гораздо больший запас был по времени. Он успел... Да, у него Штер-2-то на мейне. Райдеры есть. И сейчас надо разводить, конечно. Я говорю, что по сути формально, поскольку эльф держится только на мощном герое. Если бы не было демон-хантера 6-го, которого подарил ему орг своими глупыми отдачами, то эльфу можно было бы уже выходить. Но ушастый как-то держится. Давайте ему воздадим должное. А орг тупит по черному. Он продолжает заказывать free experience для демон-хантера на своем мейне. Зачем ты таскаешь там золото? Ты просто кормишь. Еще больше кормишь. Ну, вы поняли, что и кого. Демон-хантер чувствует сейчас себя Рамзаном Кадыровым. Аллах дает ему много-много всего. Денег, экспириенса. Все у него здорово. Аллаха зовут... В этот раз не Владимир Владимирович, а как-то по-другому. Тут пошел криппинг. Попытка на 5-й левел себе наковырять. Черт его знает. Мне кажется, криппинг это не лучшее, чем нужно заниматься орку, а лучшее это просто... О, нага! Нахрена тебе вот уже сейчас нага-то, дружище? Дружочек-пирожочек. Зачем тебе нага? Зачем тебе эта селедка? Ее в салат покрошат. Там вот один демон-хантер включит ультимейт и разорвет лицо руками селедки. Имхо-орк, видя, что демон-хантер сейчас полчаса ковырял его мейн, ему нужно было бежать. Какой дирижабль? Что ты? Или ты хочешь на островах высадиться, лол? Я думал просто пойти на обсерваторию под мейном эльфа и спокойненько взять там подрывников и рвануть эльфу мейн. Все! Это гг. У эльфа не остается больше тогда ничего. Но орк, видимо, хочет еще поиграть. Райдеры с сеткой, понятно, талоны уже не так себя раскрепощенно чувствуют. Камон, эврибады, сюда, Петя! Минус талон. О, там подрывники. Эльф заказал дирижабль. Окей. И что? У меня нет слов. У меня нет слов. Это изи, просто выигранная игра для орка. 28 тысяч раз выигранная игра. Но он начал строить армию, какую-то криппинг. Блин, все это лишнее. Орк, тем не менее, все еще может победить. Но это будет уже скорее вопреки, а не благодаря. Короче, Данклер Темплер. Данклер Темплер первый. Видимо, от слова Данке все-таки, да? По-моему, это осел по-английски. Он оправдывает сейчас свое прозвище. Он делает все, чтобы проиграть. Он очень старается. Но пока что... Обоюдные усилия эльфа и орка на то, чтобы выиграл эльф, пока тщетны. Настолько велико преимущество было орка, что до сих пор, как бы он ни старался, он не может проиграть. Какие катапули ты будешь дропать, Вася? Что ты делаешь? Я готова. И что? И куда ты их собрался дропать? Ох, господи, господи, как же все это глупо. До сих пор можно нанять трех подрывников, вгрызться в мейн и взорвать его. Я вам точно говорю. И там пофигу. Демон Хантер, не Демон Хантер, вообще плевать. А, вот так. Да, о, о, это сильно. Вот это ход. Вот это ход. А у арчей и рейнджа не хватит, чтобы дострелить. Опа. Здрасте. НЦЕ знает, знает этот трик. Конечно. Против кого ты полез? Против кого ты попер? Ослик ты чугунный. Вот, да, конечно. Мань, мань, вырубай чайник, солнышко. Я же комментирую. Вырубай. Конечно, вы понимаете, что нужно было дождаться грейды на Nature Blazing. Вот, орк молодец. Он, он все... А вот теперь мы пойдем в осаду. Красавчик. Просто бест. Бестовый орк. Окей, но он все еще может победить. Хотя я, конечно, уже болею за эльфа. Просто меня болит, болит глаз уже смотреть на все это убожество. Демон Хантер. Врубает ультимативность. Надеюсь, хотя бы грейт на грабеж сделал. Под сеточкой. И зелеными камнями. Я не знаю, где я взял зеленые камни. Где-то на... Видимо, возле Волоколамской свалки. Это и не камни вовсе, а спрессованный мусор. Да и сам он черный, как африканец. А эти... Ага, у тебя рудник кончился. Сочувствуем. Кстати, орк заложил экспант. Заложил экспант. И туда уже, кажется, выдвинулись рабочие. В правом... Ну, в общем, где-то в районе 7 часов. Ага, ага. Так. Криппинг. Четвертый. До сих пор четвертый. Третья нага. Кстати, можно было дождаться ультимейта и потом подраться с Демон Хантером. Я думаю, что он бы заковырял. И вот сейчас пятый получит. Кстати, у него... Господи, как эта хрень-то называется? Рудный браслет. Молодерны будут не так эффективны. Но, тем не менее, все равно хватит. Так, катапульт высаживаем. Развлекаем хотя бы эльфа по возможности. Ну, все. Здесь стратежная арча. Окопалась на этой высоте. Залезла на сосну. И оттуда ведет очень бдительный дозор. Враг не пройдет. Починили. Готово. Работает. Ага. Ждут в гости Демон Хантера, видимо. Может, вышки? Не? Ну, ладно. Ну, и не надо. Оно тебе и не надо. Четко НСЕ. Вот арчерку сюда для того, чтобы постреливать потихонечку, нервировать орка. Бэтрайдеры! А у тебя же грейда нет. Я прилетел. Бэтрайдеры. 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 Ну, вот если бы у них был грейд на огонь, который, я напоминаю, не позволяет чинить здания, находящиеся под бомбардировкой, тогда можно было бы о чем-то пообщаться. Готово. Тут для талонцев, видимо, новые. Катапульта. Ну, все, все, ну, все. Ну, ты понял. Ну, шутка повторенная трижды. И от этого не становится смешнее. Орк. Ну, все. Успокойся уже. Какая? Что? Стреляй по дирижаблю. Стреляй по дирижаблю. Стреляй по дирижаблю. По дирижаблю стреляй. Эх, НСЕ не успел вовремя сообразить. Еще, еще, по дирижаблю, дирижабль. Ну, вот и все. Минус две каты. Лалка. Ну, ладно. Олька. Олька. Олька в это время клипит магазина. Пятого. Ну, все, ты уже больше экспириенса не получишь. Но он пытается выбить себе какие-нибудь девайсы. Интересные. Ну, короче, игра начинается заново. Вот, по сути, игра начинается заново. У эльфа тир 2. У орка тир 2. Считаем, что просто орк поставил экспанд. Надо же. Две игры в одной. Я прошу и донаты двойные нам, пожалуйста, обеспечить. Потому что мы сейчас, по сути, из одной игры сделали две. Лучший юнит послан на то, чтобы убить Арчу. Нет, все-таки пришла подкрепа. И тут внезапно. Опа. Законтрил. Законтрил всю армию орка сейчас эльф. Одной Арчой. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Готово. Так, пошли. Мунвельчики доделались у МЦЕ. Все у него прекрасно. Будет потихонечку штамповать армию. Но у него есть 6-й Демон Хантер. 6-й. Это гораздо лучше, чем 5-й Блэйд и 3-я Нага. Поверьте мне. Наши воины вступили в бой. Так, Бэтрайдер проверил, не слезла ли Арча с этого холма. А ведь мог закончить орк. Все мог закончить раньше. Гораздо быстрее и эффективнее. Я напоминаю, нужно было просто подорвать дурацкий мейн. Когда там еще был только один мейн. И больше ничего. Орка тогда уже работала нычка. И у него уже были деньги. Он мог бы вообще вложиться все в одну атаку. Не строить этих дебильных райдеров. Поскольку Демон Хантер в это время без телепорта. Без телепорта. Бился головой Абора Чимейн. Помните, да, момент? Наши воины вступили в бой. Я, конечно, болею за эльфа. Мои симпатии на его стороне. Он смог пережить тяжелейшие кризисные времена. И теперь воспрял. Снова развился. И переживает вторую молодость. Эпоха эльфийского ренессанса наступила. Ну, а орк как тупил, так и тупит дальше с тремя райдерами. Я не знаю. О, виверны пошли. Нормально. Против арчей. Прекрасный юнит. Арчиталоны. Ведь, как известно, не стреляют по воздуху. Я прилетел на крик ветра. Шестой демон с арбой тоже. В общем, прекрасное решение торка тактическое. И попытка убить... Кстати, у ДХ-то нет. Врубай ультимейт. Давай сюда. Кого дуэль? Со мной давай дуэль. Фэрифайр. Фокусим. Сражаемся. Минус один райдер. Давай. Камон, эврибаде. Ищут-то минус второй райдер. Орк пытается вгрызся. Пушай полетает. Блэйдмастер минус еще один райдер. Давай сюда. Селедка. До третьего раскачалась. Ходи, моя дорога. Почему ты в Блэйда-то? В Блэйда нет. Маны там, скорее всего. И пытается, пытается, пытается. Ну, можно поднять. Можно поднять. А, талоны свежие подошли. Конечно. Я вообще не беспокоился в этом отношении за ДХ. Минус катапульта. По Наге постреливаем. Нормально. Ну, тут, наверное, Нага освободится из этого плена. Да, да. Нага переживет. Вот зря. Зря Эльф сейчас сражается. Он потеряет довольно много лимита и качнет Блэйда. Он-то тоже не опускается по уровню, да, опыта своего. Большой инвул, кстати, у Наги. Так что вообще была дурацкая идея ее фокусить. Нужно было просто уйти всей армии и все. Прилетел на крыльях ветра талон. Ну, НЦЕ, я уверен, спокойной, легкой поступью идет к победе. У него там бестмастер, кажется, скоро выйдет, да? У этого товарища. Да, у Орка, посмотрите, 1300 голды. Он ничего не делает. Не заказывает новых экспандов, не делает грейдов. Он просто, он просто заказал трех виверн. Это заявка на успех. И великолепно, великолепным образом защитил экспэншн. Ведь куда деть 1300 голды? Я считаю, что нужно отложить до лучших времен. Все правильно. Так. Борьба. Сражения виверны внезапно появились, конечно. Демонхантер, а ты там не взорвался? У тебя есть аут какой-то? Главное, чтобы каминг-аута сейчас не было ему. Эталоны поднялись, надо лететь. Кстати, эталоны наваляют сейчас виверном. Но не всем. Наши воины вступили в бой. Ну, главное, вот сейчас зря сражается. Зря сражаешься, уходи. Два талона. Уходите, улетайте. Так. Ну, нет, 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 нет. НСЕ, ты уже зарываешься, конечно. Не нужно так отдаваться. Блэйд реально тоже скоро станет шестым. А Блэйд Стором еще никто не отменял. Там через какой-нибудь бутылек маны. Очень много отдает тетеревов. Эх, дороги. Приходим с подкрепой. Нага врубает тут же большой инвул. И в полет отправляется Блэйд Маста. Виверны стреляют. Нагу скоро отпустят. Ее блочит грамотно НСЕ. Попытка окружить неудачная. Все, закончился. Поднимаем. Поднимаем она под магазином. Ну, хорош. Молодец. Хорошо. Не получилось с Нагой. Получится с Блэйдом. Вот сейчас талончик. Да, молодец. Красава. Аман это у тебя нету. Есть поушен, конечно. Его надо уже юзать. И сразу нести селедкой ТП. Деньги-то есть. Селедка ТП. Убегает. Поднимаем еще. Ну, тут под магазином уже, конечно, не убить. Это плохая идея окружать его. Тинкер приходит. Ну, короче, игра. Игра воссоздана. Реставрация упущенной игры. Начинаем заново все. Все. У эльфа есть мейн. Есть талоны. У орка работает. Тоже одна нычка. То есть мейн на мейн. Все по-честному, ребята. Все по-честному. Но я думаю, что орк все-таки здесь будет растерзан эльфом, которому надо сейчас собраться. А, ну вот, да. Вот это минус орка. Он прекрасно защитил экспант. Прекрасно. Самые, знаете, вот самые самонадеянные. Халатные. Не знаю, там, как угодно они их называйте. Легкомысленные, рабочие. Они вообще себе ничего не сделали. Ни вышек, ни буровов. Вообще ничего. Просто таскали. Ну, дотаскались. Чего? Угу. Эльф нанял еще несколько зверят. Ну, и планируют, судя по всему, там уже откатилась ультимейт у Дхай, и он готов. Ой-ой-ой, только не терять армию. Не терять армию. Ну, что ж ты делаешь-то? Талоны прилетают, начинается фокус, вивер на минус. Ну, и эльф затащит. Я вангую вам, ребята. Я уверен уже в этом на 100%. Тоже ничего его не спасет. У орка нет диспола, вы понимаете, до сих пор. Он принципиально не строит никого вообще. Спирит Волкер, даже шаманы какие-нибудь с пуржом. Нет, нам это все не надо. Ну, не надо, значит, минус тебе добывающее здание. Так. Дхату Стронг. Нет, твой мозг, ту слабый, орк. Очень слабый мозг у тебя. Дхату Стронг, блин. У тебя было 38 тысяч путей к победе, как угодно можно было выигрывать. Ты ни одного этого, ни по одному пути не пошел. Поперся по единственной дорожке, которая привела тебя к лузу. И рассказываешь нам тут свои басни про дыха. Ту Стронг. Ох, дорогие юные игроки за Орду, вот посмотрите на этого орка и никогда не делайте так, никогда не поступайте. Пускай это будет вам антипример, антихристоматия. Конечно, пованить на имбалансного дыха это всегда приятно, но для того, чтобы ванить на имбалансного дыха, нужно еще иногда думать головой. Головой. А не тем местом, на которое у тебя натянуты трусы. Хотя, может, у него трусы на голове, я не в курсе. Ну, заслуженная казнь сейчас начнется. Да-да-да-да. Ага, под фэрифайр. В волке ты побегаешь нормально. Все, у тебя будет друг. Слоу на тебя еще. Сейчас в моноберн тебе пропишут. У тебя уже нет маны, ну побежалку. И как? Убег. Готово. И что дальше? Тьфу. И что дальше? Что дальше? Что дальше ты будешь делать? Дорогой ты наш, Данки. Уэльф это все норма. Он сейчас вообще может расхамиться по всей карте. Рили. Ну, то есть... Ты же не строишь диспл? У тебя Блэйд... Блэйд будет летать постоянно. С Нагой. А Аталоны с тремя героями разберут армию в щи в момент. Особенно под ультимейтом. А ему некуда спушить. У орка нет даже Тир-3, чтобы сделать шкатулку. Соответственно, поставить экспанси на шкатулке. Он даже не чистит какие-то предпочтения. Понимаете, за это время орк мог вот на Изичах отлететь на острова. И там вот уже два острова расхамить. Легко. Но он не делал ничего. Все, эльф, давай. Уже приканчивай ты этого товарища. Лето красное пропело. Оглянуться не успело. Да, как в той басне Крылова. Муравей и Стрекоза. Муравлейд и Нагоза. Что-то ходили, терлись бочками друг от друга. Что? Зачем? Правильно. Химерницы давай. Конечно. Конечно. О, правильно. Нычка. Все верно. Ну, НЦЕ уже полностью контролирует ситуацию. Тут какие-то вышки. А зачем ты сюда пришел, Майнфронт? Зачем ты сюда пришел? Ну, он просто решил дать бой до вылета Химер. Не знаю, НЦЕ фанится. Не знаю, турнирная это игра или ладдер. Пока не ясно. Но НЦЕ давал орку столько шансов. Что теперь, конечно, надо уже приходить и убивать. Тут Химера должна как-то вылететь уже скоро. Там, правда, батки могут быть в заказе. Но если бы на этого орка были гейки. Так, ну на вышке с талонами не поломишься. Давай, может быть, катапульт добавим. Не знаю. Не, просто порастреливаем. Так, сейчас просто будешь отдавать талонов. Все под фэрифайр. Вот можно подраться. Здесь только одна вышка достреливает. Можно попробовать посражаться, но... Так он. Боже, Эльф, только не отлетите. Я тебя умоляю. Вот, давай. Ультимейт. Минус тинкер. Ну, пофигу вообще, видимо. Да, нет, пофигу. Может быть, Блэйд будет летать все время. Может быть, еще один раз под ними Блэйда. Передал что-то. Что-то неизвестно. Что? Блин, он сейчас сольет эту игру. Омега. Вообще. Василий. Инвул. Инвиз еще есть, кстати. Аспирант, я придумал превью на эту игру. Тебе нужно две каких-нибудь деревенских рожи таких. Одну деревенскую рожу пропитую Блэйду, другую пропитую деревенскую рожу ДХ. Потому что это... Это такие Василии играют, что у меня вообще от фейспалмов уже лоб болит. Два Василия. Вот она, Химера вылетела. Но я дебил. Я отдал весь свой лимит до вылета Химеры. Наламываясь. Подчеркиваю. Наламываясь на Орочи Мэйн, который уже не добывал. Там вообще не было добычи. Чего я туда поломился? Я не знаю. Я просто Василий. Готово. Ну, а я тоже Василий, говорит Орк. Я не взорвал эльфу Мэйн. Хотя мог его миллион раз взорвать и выиграть игру. Отдал героя два раза ни на чем. Так что... В этом бою победил... Более... Победил менее отбит Василий. Один был пьяный, видимо. А второй был под коноплей. Ну, и, видимо, Алкаш победил все-таки. Того, кто... Клеем нанюхался. Химера прилетает. Сейчас она все объяснит, разрулит. Там попытки убить ДХ последние. Ну, кто ж даст тебе? Кто ж тебе даст-то? Так, моноберн, 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 моноберн. Окружаем деревом. Вот это норм! Все, выходи, Орк. Пожалуйста, не позорься. Просто выйди уже, ливни из этой игры. Чтоб я тебя больше никогда в быстрый плейс не видел. Ох, что-то подожгло меня, ребят. Подожгло от безалаберности игроков. Демка, тем не менее, получилась веселая. Я надеюсь, вы вместе со мной погорели здесь. Но это, конечно, была колхозная битва. Вот, НЦЕ, я как-то, было тебе лучшего мнения. Ну, в любом случае, НЦЕ, видимо, был настолько уже уверен в своей победе, что готов был совершать даже самые какие-то халатные, опрометчивые маневры. Все равно выиграл эту игру. Хотя должен был, естественно, слить в щи. Интересная задумка от Орка с выходом в масс-грантами и застройкой. Она даже прошла. Ну, а дальше Орк, видимо, он ни разу не застраивал успешно. И просто не понимал, что делать дальше, когда все получилось. Это были Best Replays, друзья. Напоминаю, что у нас есть паблик ВКонтакте, куда можно подписаться. В этом паблике есть Зал Славы, куда попадают все наши саппорты. Самые щедрые из них. Топ-5 прямо сейчас на ваших экранах. Самые наши богатые меценаты. Ну, и что еще хотелось сказать? Да, ну, конечно, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Я сейчас активно прохожу кампанию StarCraft. Эпизод LOTV. Как не помню, как называется? Legacy of the Void. В общем, там тоже интересно. Я горю. Все, как вы любите. В общем, до новых встреч, друзья. Спасибо Аспиранту за демку. И встретимся в 38-м выпуске. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok